приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня очередной агрогороскоп на январь 2022 года и он посвящен делам в наших садах независимо где растут садовые растения в северных или южных широтах многие садоводы уже запланировали проведение одного из важных агро приемов прививки прививки в последние годы стали очень популярными и я увлекалась этим интересным делом в 2015 2016 годах наблюдая за развитием растений увидела одну особенность мои наставники всегда делали прививки в дни стихии огня и я пошла по этому пути правда начала и другие периоды нахождения луны использовать для прививок и вот эти другие оказались более успешными очень интересные результаты получала но я еще до конца не все осознаю и понимаю а осенью 2021 года совсем недавно у меня состоялся интересный разговор с одним из опытнейших специалистов в области создания новых сортов садовых растений и агроном с 35 летним стажем также заметила в последние годы такую же особенность старые шаблоны старые подходы не дают тех результатов что было до 2012 года очень интересные эти наблюдения еще не все осознанно до конца но есть очень интересные уже и наработки и понимание что происходит возможно в будущем этой теме мы посвятим отдельное видео напишите есть ли в этом необходимость тогда мы будем работать над этой темой более подробно и поделимся нашими наблюдениями и замечаниями о том что сейчас проходит с прививочными работами в саду а пока мы предлагаем агрогороскоп садоводов на январь 2022 года с новыми тенденциями вслушивайтесь пожалуйста внимательно напоминаю что агрогороскоп составлен по московскому времени легко определить время своего региона с помощью интернета начинается январь 1 и частично 2 января ночью время в стрельце находится луна ну а второго это уже новолуние новолуние будет в козероге 3 тоже в козероге это три дня гекаты но а если знаки у нас в данном случае знак стихии огня и знак стихии земли то в новолуние очень хорошо обрезать садовые растения но это там можно делать где нету вот этих проблем с погодой как у нас например на днях уже было обледенение но если бы еще немного то конечно же много веток бы поломались так вот дождь спас эту ситуацию поэтому не спешите но если есть необходимость это особенно жители теплых стран можете обрезать садовые растения вот это единственное дело которое можно делать в дни новолуния вот мы его и используем 3 вернее 4 луна уже будет с двух часов ночи 45 минут в знаке водолей здесь будет находиться еще 5 и 6 до 3 часов 18 минут в водолее для теплых регионов нельзя поливать растения садовые но остальные работы здесь уже после новолуния уже начинается растущая луна просто пропускаем это выходные для садоводов а вот уже смотрите далее 6 и 7 луна находится в знаке рыбы растущая луна конечно же там где нужно поливать поливаем и очень хорошо закладывать на сертификацию семена семечковых растений садовых и здесь я уже пишу прививки вот прививки это очень важно и чистота мы в прошлом году с нашими подписчиками уже рассматривали эти варианты и проводили работу прививки в это время очень хорошие результаты получили но и почему именно в рыбах сейчас это актуально вот рядышком овен тоже можно провести прививки вот сделайте для себя просто-напросто такую такие эксперименты проведите вот эту работу создание новых растений в рыбах и в овне увидите какая разница но у нас получалось вот разница в том что в овне как будто бы и приживаемость была хорошая и в начале растения и развивалась но потом вдруг к осени оно засыхает а вот в рыбах растение нормально дальше себя чувствует вот это мы будем изучать и будем дальше этот вопрос рассматривать но вот можно использовать рыбу и начальная стадия растущей луны очень хорошо и еще в рыбах для садоводов кто занимается разведением земляники клубники с помощью семян пожалуйста можно в эти дни сеять семена на рассаду очень хорошее тоже время и 8 у нас в овне можно использовать время для выкорчевки старых деревьев и пней это актуально для тех кто впервые сейчас уже осенью получил возможность работать в саду в старых садах многие покупают дома в деревнях где уже старые деревья и вот если вы многие пишут рассказывают какие деревья что делать вот старые деревья и пни выкорчевывайте в это время все нормально получится 9 делайте перерыв хотя можно выкорчевывать пни в это время но нужен перерыв и человеку потому что переход луны из первой во вторую фазу это очень сложное время стрессовые ситуации хотя она длится всего 24 часа вот с момента вот этого перехода но это тоже сильно стресс для нашего тела для нашего организма земля растения отдыхайте в это время вот 10 уже после 18 часов начинается время очень хорошее вот мне вот это время очень нравится для прививок хотя это время стихии земли еще этот знак мне настолько нравится для всех видов работ для посевных посадочных что дает самый лучший результат давайте рассмотрим что можно вот после 18 часов 10 11 все 24 часа и 12 все 24 часа на 13 ничего не планируете это уже луна без курса и естественно никакие работы не дадут хороших результатов можно в тельце сеять семена клубники земляники на рассаду отлично проводить прививки то о чем мы сегодня вначале говорили укоренение черенков то что вы подготовили в 2021 году вот эти череночки можно уже укладывать на укоренение это и виноград и смородина инжир это актинидия и другие ягодники то что вы имеете в нарезке и хотите размножить все эти вот череночки можно укоренять в тельце растущая луна замечательно получится очень хороший период затем наступает уже 13 14 это знак стихии воздуха близнецы поэтому здесь очень хорошо выкорчевка старых деревьев и пней но и близнецы покровительствуют клубники и земляники вот есть такая у них любовь к этим растениям поэтому можно высевать семена клубники и земляники на рассаду но помните что заранее должна быть увлажнена земля идем дальше 15 января здесь у нас получается что с утра с 5 часов 23 минут и до 19 часов 12 минут луна без курса это близнецы ничего не делаем и у нас получается очень маленький период после 19 а вернее после 20 часов луна будет продуктивной в знаке рак до 0 часов до конца суток вот это можно посвятить время стратификации поливом в ночное время что можно еще делать можно кстати и землянику и семена клубники тоже посеять на рассаду здесь и полив может быть но вот этот короткий период можно использовать для вот этих работ далее начинается сожженный путь полнолуния 16 начинается в знаке рак и далее 17 тоже в знаке рак сожженный путь полнолуния сама полнолуния 18 а также здесь уже лев в 7 часов 19 тоже лев и 20 луна находиться будет во льве это все сожженный путь полнолуния плюс еще 20 добавляется луна без курса до 17 часов 2 минут до момента когда луна уже перейдет в знак девы вот это начинается уже хорошее время для садоводов ну что можно в деве делать дева покровительствует всем черенкам размножению черенками декоративных и других растений а также покровительствует цветам так что если есть садовые цветы черенки этих садовых растений пожалуйста тоже укореняйте самое главное 21 22 провести вот эти все укоренения черенков если вы запланировали на это время затем 22 уже вечером после 22 часов 47 минут у нас начинается луна без курса она будет продолжаться до 23 до часу ночи и 3 минут и уже в час ночи из 4 минуты уже будут знаки весы это уже убывающая луна в весах 23 и 24 можно проводить санитарную обрезку еще свежа вот это сложенный путь полнолуния свежая энергия еще сильная поэтому только санитарная обрезка это если что-то поломалось ветер поломал вот это можно делать и выкорчевка старых деревьев и пней это очень хорошо в это время делать идем дальше 25 25 это время когда уже луна будет переходить из знака весы в скорпион и плюс еще и переход луны из 3 в 4 фазы естественно снова выходной а вот 26 в знаке скорпион вот можно делать прививки очень интересное время больше срастается и меньше пропадает растений именно в знаке стихии воды очень хорошо это время провести стратификацию семечковых садовых растений и пожалуйста можно посеять все семена земляники клубники на рассаду тоже очень хорошее время еще хотя уже 3 в 4 фаза но можно вот это сделать далее уже 27 снова же луна уже перейдет из знака скорпион и знак стрелец здесь в стрельце можно обрезать садовые растения уже любые садовые растения обрезаете 27 после 11 часов далее 28 до 20 часов практически можно вот заниматься обрезкой садовых растений больше ничего другого здесь не рекомендуется это убывающая глубокая луна и вот идем дальше очень хорошее время завершающие дни января в козероге но несмотря на то что это убывающая луна можно проводить также прививки обрезать садовые растения будет очень хорошо а также укоренять черенки которые вы заготовили в прошлом году в 2021 году вот это очень важные работы которые можно сделать вот на в этот период убивающей луны 31 завершается месяц при переходе луны из знака козерог в знак водолей в 12 44 вот этот переход водолей уже будет что можно делать водолей после 13 часов обрезать садовые растения водолея это прекрасно получается никаких других работ в этом плане мы не делаем еще вот у вас есть возможность сейчас полностью сделать стриншот и у меня просьба к вам большая пожалуйста в садах не забывайте в это время устанавливать если не установили кормушки кормите пожалуйста птиц они наши помощники весной ответят нам своим своими клювками и будут собирать вредители и помогать нам делать всю работу более экологично не используя химикаты для того чтобы уничтожать вот это вся различную орду вредителей которые всегда вылезают весной раиса горяченко и александр волик подготовили сегодняшний агрогороскоп садовода на январь 2022 года мы желаем вам всем крепкого здоровья и здоровья вашим растениям удачных вам новых созданий в ваших садах и урожайного 2022 года до новых встреч на нашем канале года и и и и Продолжение следует...